Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тихеном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер! Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением и не заставляю вас ли поверить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тихеном. Десятое место. В этом моменте все прекрасно. Рука Тихена, которая нежно ласкает ухо Чингука и рука Чингука, которая активно касается губ Тихена. Из обычной игры это превратилось во флирт. Они самая лучшая пара. Чингук сказал, мы с тобой можем подойти. Тихен сказал, из нас получится хорошая пара. Это так смущает. Мне кажется, что в тот момент они думали о поцелуе, но в итоге просто смущенно улыбнулись и отвернулись. Также в этот день сильный Чингук нес Тихена на плечах. Я застряла на этом моменте. Еще один момент, когда они были близки к чему-то очень рискованному. Чингук взял Тихена за голову и притянул к своему лицу. Они были в недопустимой близости. Их губы почти соприкасались, и атмосфера была такой безумной и влюбленной. Девятое место. Просто Чингук сел самый удобный кожаный стул в мире. Желаю каждому из нас иметь такой стул. Восьмое место. Шкаф и его детка. Хотя из армии теперь ждем два шкафа. Тихена был таким тонким, звонким в Эролу Йовер. И рядом с мощным Чингуком, который поддерживал себя в восхитительной форме ради альбома и контракта с Кельвин Клайн. Зато сейчас у Тихена самые очаровательные щечки. И не только щечки. Проходит время, пролетают года, а Тихена и Чингук совсем не меняются. Такие же влюбленные и счастливые рядышком. Седьмое место. Ревность. Чингук ревнует Тихена и пытается вызвать то же чувство в ответ. Их эмоции написаны на лице. Спустя столько лет они все равно не могут себя сдерживать. Хасок не ожидал такой подставы Чингука. Чингук. В 2016 году Чингук и Тэхюн назвали свой тандем Тэгу. Обозначили одним словом свою религию. С днем Тэгу, когда самая красивая любовь обрела очертания и контуры буков. Идеальная композиция ума, таланта, красоты и милоты. Обратите внимание на руку Тэхюна. Этот прайдоха заранее уже знают все вкусные ракурсы Чингука. Глаза живут просто своей отдельно счастливой жизнью. Скользя, облизывая и мысленно раздевая. Почему такие горячие и в декольте? Тэхюн как хищник внезапно вплывает в кадр. Но просто потому, что здесь Чингук и его постоянная среда обитания. Тэхюну компас не нужен, если где-то рядом Чингук. Этот навигатор всегда выберет самый короткий путь. Маршрут построен. Шестое место. Тэхюн обнимает Чингука за талию, давая понять, что уходит. Это так по-семейному. Милая привычка. Пятое место. Я думаю, многие в тот момент почувствовали себя лишними. Но я так сильно люблю этот эфир. А Чимин на своей шкуре чувствовал это напряжение между Чингуком и Тэхюном. Если мы через экран это чувствовали, тогда что говорит за Чимина? Это был безумный день. Они – безопасное место друг для друга. Немного отвлечемся. В Корее наступает сезон парламентских выборов 10 апреля. И наши солдаты примут участие в досрочном голосовании, которое проводится 5-6 апреля для тех, кто не смог проголосовать на своем участке. Вот бы весточку получить от них. Думаю, СМИ сделают репортажи. Оказывается, что Тэхюн кому-то звонил во время матча. Очень любопытно. В 2015 году Тэхюн выложил в твиттер свои фотографии, подписав их. Кажется, на одной стороне лица у меня сделалось двойное веко. Как бы сильно я ни старался избавиться от него, оно не исчезает. Похоже, я просто должен продолжать жить с этим. Спасибо за 21 год жизни без двойных век. Но теперь я буду демонстрировать свой новый облик. Пожалуйста, не отвергайте меня из-за этого. Спасибо. В Корее двойное веко является стандартом красоты. Но Тэхюн сомневался в себе и просил его не отвергать. Разве мы могли? Я обожаю асимметрию на лице. Мне кажется, это невероятно красиво. А в случае с Тэхюном это просто божественно. Родятся же на свет такие красивые люди. Любой рандомный момент времени, в каждой точке земли, все разговоры сводятся к Чингуку. На видео бейсболисты высшей лиги, Ли Чингху и Блэйк Саббл, на весенней серии тренировок. Парни не только знают ток в хорошей музыке, но и в курсе о жизни Чингука. Обновление инстаграмм Компоуз Кофе. Сегодня день посадки деревьев. День, когда сажают их, чтобы земля могла дышать. Чтобы Компоуз и композиторы могли еще долгое время посещать Компоуз Кофе, как насчет того, чтобы сегодня насладиться сочетанием музыки с помощью стаканчика кофе? История тизера 3D всегда будет такой крутой. Я никогда не забуду, как мы все были в восторге, когда это начало появляться повсюду. И многие думали, что 3D на самом деле было названием альбома, но это был второй хит до Golden. В последнем опросе Бам занял первое место в номинации «Милота правит миром». Но вы только посмотрите на этого красавчика. Тэхён выиграл категорию «Любимый дебютный альбом» на церемонии вручения наград, проходивший в Лос-Анджелесе, со своим сольным альбомом «Ли Йовер», выпущенном в прошлом году, продемонстрировав большую популярность даже во время своей военной службы. В частности, Тэхён выиграл эту категорию, несмотря на то, что он не участвовал в промоушене в США, что подчеркнуло его присутствие в качестве сольного исполнителя. «Ли Йовер» – это альбом, основанный на жанре поп и R&B, который трудно найти в существующем кей-поп. И это альбом, который включает в себя уникальную музыкальную индивидуальность и чувственность Тэхёна. Тэхён доказал свою конкурентоспособность не только как член группы, но и как сольный певец. Четвёртое место. Сексуальное напряжение между ними в этот день. Сексуальное напряжение – это не только сильное физическое влечение между мужчиной и женщиной. Обязательным условием для него является невозможность интимного контакта в данный момент. В таком случае даже пойманный взгляд объекта желания или обычный разговор носит эротический намёк. Напряжение сосредоточено на физическом желании. Даже несмотря на то, что появление сексуального напряжения в отношениях стараются не показывать, для окружающих это становится понятно достаточно быстро. Обычно бросаются в глаза явные признаки. Флирт. Спонтанные движения и смена поведения выдают сексуальный интерес конкретному человеку. Например, по неизвестной причине рука предательски начинает поправлять волосы, украшения. Движения становятся замедленными и мягкими. Зрительный контакт. Внимательный или пристальный взгляд. Попытки установить контакт глаза в глаза. Наиболее эффективное средство налаживания чувственной коммуникации. Стремление сблизиться. Когда человек испытывает чувство влечения настолько, что оно перерастает в сексуальное напряжение, его тянет к своему объекту за любым контактом, зрительным, тактильным, эмоциональным. Реакция тела. Учащается пульс, увеличивается потливость, ухудшается речь и моторика. Все это признаки сильного волнения. А если они появляются в присутствии конкретного человека, то это может означать, что этот человек не безразличен. Ощущение тайное. Если два человека общаются на скучные повседневные темы, но их язык тела, жесты и взгляды говорят о сексуальном желании, то возникает некий диссонанс. Вокруг растет атмосфера недосказанности, тайны и обмана. Физическое возбуждение. Без дополнительной стимуляции. Только от нескольких фраз или мимолетного взгляда мужчина может почувствовать все признаки желания интимной близости. Третье место. Самые теплые объятия. Обратите внимание на руки Тэхёна. У Чунгука все на лице написано. Когда лучший друг твоего бойфренда пользуется своим положением. И все, что тебе остается, это только терпеть их шалости, скрипя зубами. Нам показали так мало, но мы увидели так много. Родные, время идет медленно, но все равно рано или поздно служба останется позади. Будет лишь одним из этапов вашего долгого пути вместе. Возвращайтесь здоровыми и счастливыми. Забота. А у вас есть любимый человек, который чистит специально и только для вас мандаринку? И вообще готов поделиться последним куском, всем вкусным, что есть на этом свете, включая себя? У Чунгука вот есть. Второе место. У Тэхёна такой влюбленный взгляд. Взгляд влюбленного мужчины выражает заинтересованность. Так как парень сконцентрирован на любовном объекте, из окружающих прежде всего он выделяет именно его, ищет глазами, пытается поймать взгляд. Когда взоры пересекаются, его дальнейшие действия могут развиваться по следующему сценарию. Он или пристально и безотрывно, как завороженный, станет смотреть в глаза, или смутившись, отведет взгляд в сторону. Реакция будет зависеть от его темперамента, характера, обстоятельств которых случилась встреча, от того, как к нему относится любовный объект. Решительные, уверенные в себе молодые люди, не привыкшие пасовать перед трудностями, своим взглядом выражают целеустремленность и желание завоевать. Им нечего скрывать. Они открыто смотрят перед собой, смело заявляя с помощью различных невербальных сигналов о твердости своего намерения партнеру и окружающим. Первое место. Я напомню вам, как в тот день люди, знакомые с группой, спросили, встречаются ли эти двое. Они не знали их имен, но все равно чувствовали особую интимную атмосферу между ними. Этот взгляд. У меня пошли мурашки по всему телу. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok